И посетителями которых вполне могут стать жители соседних квартир по лестничной площадке. Более подробно об этом празднике нам прямо сейчас расскажет организатор Полина Тимофеева. Доброе утро! Всем доброе утро! Доброе, хотела сказать, солнечное, но у нас дождь. А у нас солнце в студии, так что будет солнечная. Да, у нас всегда хорошая погода. Да, меня зовут Полина, и мы в Академгородке у культурного пространства «Юность» решили провести День соседей, целый добрососедский фестиваль. История этого фестиваля началась во Франции, но уже к этому фестивалю присоединились множество стран. Это очень интересная инициатива, которая сплочает людей, объединяет людей, и много можно интересных форматов провести в этот день. Вы первый раз решили устроить такое? Нет, второй раз. Второй раз. Как первый раз удался? Очень успешно. Мы считаем это мероприятие нашим брендом таким. Проводить его будем, оно нам нравится, мы его всегда ждем. Второй раз, и первый раз собралось достаточное количество людей. Тоже в Академии? Тоже в Академии, да. Мы находимся в Академии, культурное пространство «Юность», бывшая ДК «Юность», но сейчас мы развиваем его в другом формате, в новом, для молодежи. Придумываем разные форматы, собираем интересные инициативы молодежи и проводим мероприятия, события с интересом и со вкусом молодежи. Я так понимаю, что вы хотите привлечь жителей Новосибирска? Конечно, мы хотим, чтобы к нам приезжали в Академию. Мы же тоже соседи. Соседи, да. Мы каждый раз, каждый день находим новых соседей, будь это лестничная клетка, квартира, либо кресло в кинотеатре, все мы соседи. Мы стараемся, да, развить эту идею, что надо оглянуться, выходить из своих коробочек, гаджетов и просто общаться. В этом году мы решили замутить целый огромный стол, где посадить всех, кто придет к нам на мероприятие, и, в общем, отведать блюда, которые будут готовить тоже на события у нас. Мы рестораторов привлекли, кулинаров-любители, которые на один день открывают свой собственный ресторанчик и балуют гостей своими изысками. И вообще хочу рассказать про форматы, которые будут, чтобы заинтересовать людей. У нас будет три таких формата основных. Это вот как раз ресторанный день, где множество кулинаров порадуют своими блюдами интересными, можно будет приобрести за небольшую плату. То есть все-таки не бесплатно. Не бесплатно, да. Но у нас есть сюрприз, который мы делаем бесплатно для людей. Мы пирог печем самостоятельно практически с помощью партнеров и будем делать вкусные, уже фирменные коктейли, которые мы придумали на событиях раздавать людям. Такие welcome shot'ы так называемые, безалкогольные, естественно. Также у нас будет гаражная распродажа, где можно будет за один день избавиться от непригодившихся вещей. Не то, чтобы они... Вот это вот нужная вещь. Это очень нужная вещь. Эта инициатива в Академгородке очень хорошо заходит. Люди просто на один день открывают такие импровизированные ларечки, где распродают просто все-все-все. Ну, все в приличном, в хорошем состоянии. И отклик у аудитории это находит. В общем, у нас такая целая ярмарка разворачивается. Также мы очень любим музыкантов, и Академгородок этим славится. Мы сколотили с помощью жителей, силами жителей Академгородка на большой перемене, еще одно мероприятие в юности, сцену прямо на траве около юности. И там будут выступать молодые музыканты, будет театр Академгородка с небольшими театральными зарисовками, и много музыки, живой музыки на инструментах. В общем, атмосферу будем создавать еще и музыкальную. Также будут активности от партнеров, можно приезжать с детьми, им тоже будет чем заняться, потому что на многих мероприятиях есть такая проблема, что детей некуда пристроить. Мы эту проблему решили, и, в общем, детям тоже будет чем поразвлечься. Вот, в общем, можно стать участником. Ресторанного дня точно у нас еще есть время, можете зарегистрироваться. Кто любит баловать своих родственников на кухне, можно еще выходить и расширять формат свой. То есть любой человек, который любит готовить, может заявиться и готовить, что-то привезти с собой. Регистрация необходима. Так, нужна регистрация. На гаражную распродажу регистрация закрыта, потому что все вообще очень быстро регистрируются, и много резидентов. А на ресторанный день еще буквально парочку рестораторов нам не хватает, поэтому если у вас есть чем полакомиться, мы всегда за. Регистрируйтесь на Таймпаде. Есть группа ВКонтакте, День соседей, Юность, Культурное пространство. Можно зайти, по ссылке перейти, все доходчиво, понятно, написано. Также есть мы в контактах, как организаторы, можно к нам обращаться. С собой что-то нужно? С собой, хорошее настроение и, собственно, то, что будут реализовывать. Ну, гостям ничего не нужно, а кто-то, кто хочет именно в ресторанном дне поучаствовать, там, конечно, есть все описано, не будем на этом останавливаться. А гостям вот просто приезжать и общаться, и отклик у каждого мы найдем, мы готовимся, мы ждем, мы делаем различные фотозоны, активности, поэтому будет чем поразвать. Какие-то выводы сделали из прошлого раза? Что-то поменяли, может быть, на что-то обратили внимание? Ну, все, конечно, влияет. Или было все так шикарно, что мы просто решили повторить, да? Да, все было шикарно, мы просто решили повторить, и просто надеемся, что будет больше людей. Вот, и мы форматы практически не меняли, активности расширили, и аукцион еще замутили. У нас будет аукцион, можно будет тоже избавиться от чего-то ненужного за небольшую плату на развитие юности, вот, принести что-нибудь. Можно будет также за небольшую плату приобрести сертификаты. У нас в юности есть фотошкола, вокальная студия, театральная студия, и можно будет за копеечку месячный какой-нибудь себе абонемент заполучить. Поэтому мы еще такими плюшками привлекаем людей. Из Новосибирска были люди в прошлом году? Конечно, были, были. Приехали? Приехали. И остались, наверное. И, наверное, да, остались. Нет, приезжают к нам частенько из Новосибирска, хоть и говорят, что далеко. Нет, мне даже никакого праздника не надо, я периодически приезжаю к вам, беру велосипед в аренду, катаюсь, в общем. Мне сосед, мне как сосед Академгородок мне очень нравится. Тихий сосед такой, спокойный, не шумный. Интересно. Да, да, да. Академгородок, да, сила притяжения у него колоссальная, поэтому люди любят приезжать, и когда мы еще своими событиями, времяпрепровождение им такое интересное предоставляем, поэтому к нам тоже из города приезжают. Давайте прервемся на рекламу и потом продолжим разговор. У нас в студии организатор Дня соседа, 25 августа состоится этот праздник, Полина Тимохеева. Полина, а вы как считаете, вы хорошая соседка? Я, да, очень хорошая соседка. Я люблю своих соседей, вообще люблю людей, я считаю, что люди это вообще, это круто, это классно. Общаетесь с теми в доме у вас? Ну, так, чтобы у нас были какие-то... Я очень редко появляюсь в доме своем. У нас есть традиции в Академгородке, вот, с соседями по молодежных, ну, у нас много там молодежных центров, ДКшек, то есть мы проводим совместные мероприятия, стараемся проводить. Вот, ну, таких вот именно историй из жизни двора своего, но, наверное, нет, потому что очень редко приезжают, уезжают с рассветом, приезжают с закатом. А подъездный чат у вас есть? Подъездного чата у нас есть. Тоже нет? Ну, как вы мне не слушали? Ну, я задумаюсь, я с инициативой выйду. Я с инициативой выйду, да, может быть. Чат обычно, знаешь, это вот задолжники, и список такой, и суммы. Нет, это на подъезде написано. Это вот мы сейчас разговаривали с Ольгой по телефону. Ну, да, да. Поздравлялочки всякие, инициативы какие-то. Вот люди, может быть, лично друг с другом как-то и не имеют времени, но вы, находясь на работе, сможете с соседями обсудить какую-то тему. Это же классно. Нет, ну классно. Опять же, соль попросить. Соль, да. Или лист, то есть вы знаете, там по площадке хотя бы как-то. Нет, ну если мне нужна соль, я справлюсь с этой задачей, я найду соль. Современные женщины сами совсем справляются. Нет, ну, с силами соседей, то есть, ну, как бы, не заранее не надо продумывать. Я с удовольствием пойду постучусь в дверь, пожелаю хорошего дня. Не откажут. Не откажут. Опять же, вот праздник есть, можно пойти, там у кого-нибудь соли попросить. И там же, видишь, кулинарная будет зона. Ну, правильно? Ну, это точно кто-нибудь будет. Мы очень надеемся, что соседи, кто вокруг юности живет, они обязательно должны прийти, кто недалеко, потому что мы тоже ориентир делаем на них, чтобы они знали, что около них есть такое пространство, где можно провести время, где можно что-то реализовать, посмотреть и потусоваться, в конце концов. Поэтому мы нацелены, чтобы наши соседи юности пришли к нам. Это недалеко. Вот, зачастую мы не знаем, что происходит вокруг нас, там, буквально в нескольких шагах. Мы хотим решить эту проблему, так сказать. Полина, начало праздника во сколько? В 14.00 у нас начало. Ну, Академия Городок приходит значительно раньше, поэтому в 13.30 мы всегда готовы. Ну, в 13.30 мы всегда готовы. Да, мы готовы. И до скольки все продлится? До скольки? В прошлом году мы заявляли до 7.00, но еле-еле как разошлись все к 9.00 вечера, поэтому мы не ставим никаких рамок, приезжайте, до 9.00 точно будет. Потому что еле-еле. Еле-еле, да. Еле-еле, да. Можно было еще кино показать, вот я что подумал. А у нас есть тоже отдельный такой формат, мы устраиваем кинопросмотры вечерние, два раза за лето мы показывали, еще в сентябре, если погода позволит, мы будем транслировать кино. Но все фильмы у нас тематические, мы заранее не раскрываем фильм, люди выбирают на месте из трех предложенных. Ну, про соседей Покровский ворота можно, или Старый Новый год там тоже. Ну, я так поняла, это не в День соседей будет. Нет, это просто у вас есть такое мероприятие отдельное. Есть такое мероприятие, но просто в День соседей не зайдет немножко. Во-первых, это дневное событие, в 9 часов еще, ну, там, светло. Ну, да, там 8 светло. Да и вообще вы что из дома вылезли, чтобы кино посмотреть, да? Да, вы же с соседями пришли пообщаться. Надо пообщаться. Ну, поесть на крайняк, да. Это важно, да. Мы сами любим, как организаторы, просто подходить к людям и просто разговаривать. Они иногда очень интересные вещи рассказывают нам, и мы потом их перенимаем. Вот, поэтому главная, конечно, составляющая это общение, пошуметь по-соседски. А что-то рассказывали вот такое интересное, вот благодаря вашему празднику, может, кто-то познакомился, поженился, или жил 50 лет на одной площадке, не знали друг друга, а тут увидели друг друга. Не было таких историй? Вот таких историй мы не собираем. Наверное, мы еще очень молоды, всего лишь второй год проводим это событие. Возможно, лет через пять будет о чем поговорить. Мне кажется, можно целый конкурс устроить. Ну, вот, допустим, есть такие уже у нас связи. Мы по инициативе ТОСа, можно сказать, организовали это мероприятие вместе с ними. То есть мы дружим с более старшим поколением, совместно проводим мероприятия. То есть им нравится, они не критикуют наши молодежные инициативы, они наоборот, ну, как бы воодушевляются и нас всячески поддерживают. Вот, поэтому мы проводим вместе с ребятами, которые постарше, можно так сказать, дружим. Я прослушал или не предполагается, какие-нибудь игровые зоны? Игровые зоны предполагаются. У нас будут дворовые игры. Я буквально сегодня у коллег забрала гигантскую дженгу, в которую можно будет поиграть на Дне соседей. Что это, объясните мне? Это игра, где можно собрать башенку и потом вытаскивать. И граньскую? Никакого размера. Ну, я надеюсь, она до двух метров доходит. То есть если упадет, все так упадет, понимаешь? Да, да, да. Еще? Дворовые игры тоже различные. Баскетбольное кольцо у нас будет, куда можно будет что-нибудь побросать. У нас будут батуты, где можно будет попрыгать. Детские? Нет, не детские. Мы хотим все-таки такие резиновые с сеткой. Не знаю, как объяснить. Как в цирке? Да. Как в батутных центрах. Ну, ладно. Пусть как в цирке. Аниматоры у нас будут для детей. Это больничные клоуны. Есть такая амитатива. Да, мы знаем, мы с ними дружим. Мы тоже с ними дружим, поэтому они для нас проводят с детками. Будут активности различные проводить на площадке у нас. Больничные клоуны тоже будут. Угу. Вот. Давайте всех приглашать еще раз. Давайте. Полина. Мы всех приглашаем. Команда юности. 25 августа. 25 августа. С 14.00. Ждет вас на проспекте Строители 21. Культурное пространство юности. Больше информации вы найдете в социальных сетях. Подписывайтесь на нас. Мы есть в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. Культурное пространство юность. По-любому вы что-то для себя найдете. Хочется заболеть. Ставьте лайки. Ставьте лайки. И жмите колокольчик. Подписывайтесь. Хороший такой слоган. По-любому для себя что-то найдете. По-любому, да. Ну, а главное, мимо не пройдете, потому что будет стоять огромный стол, да, я так понимаю? Да, огромный стол будет стоять, за которым мы все поместимся, отведаем различные блюда от кулинаров-любителей, поднимем бокалы безалкогольного лимонада. И послушаем хорошую музыку. И под хорошую музыку обязательно, да. Спасибо, Полина. Пусть праздник получится, как задумали, вот, пусть соберется много соседей. Погода будет хорошая. Да, на погоду мы, пусть все дожди прольют до субботы, мы крестим пальчики, чтобы была хорошая погода, да. А сейчас, напоследок, мы просим вас рассказать какую-нибудь историю из жизни. Это очень сложный вопрос, все истории сразу улетучиваются, почему нельзя зайти в гугл и написать мои истории жизни. Ну, она жалостливая немножко, ну, смешная. В общем, я такая старательная была в школе, особенно тяжело мне давался урок труда, потому что я не умела ни вязать, ни шить. И вот очередное задание по вязанию, я сижу, стараюсь, спицами что-то там вяжу, и у меня просто что-то защемило в спине, я не могу разогнуться, в одном положении сижу, меня везут в больницу, и врач спрашивает, что случилось с вашей девочкой, она упала, что произошло, может быть, там в школе драка. Нет, девочка просто вязала очень старательно, у нее вылетел шейный позвонок, просто я вязала. Ну, при жении, бедный ребенок старался. Единственный случай в истории, когда шейный позвонок вылетел от вязания. Ну, все вставили на место его, закрепили, больше вы не вязали, я так понимаю, с тех пор. Больше меня в жизни я не вязала, в общем, я нашла себя в другом, вязание не мое. Зато здоровье в порядке. Спасибо. Организатор праздника Дня Соседа, Полина Тимофеева была у нас в гостях, спасибо еще раз, берегите себя. Спасибо вам, что пригласили. Культурное пространство юных, ждем вас на День Соседей, 14.00. Хорошо. Повели на Варина.